БАЛ по-прежнему правят политически А мы давно знаем, что в деле нагнетания страстей многим из них сложно составить конкуренцию. Самое главное, на мой взгляд, это помнить о верховенстве закона и следить за тем, чтобы нарушители не остались безнаказанными. Сегодня в студию я пригласила юристов, у которых намереваюсь узнать о ходе кампании, послушать их оценки и прогнозы. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте! Итак, время представляет гостей. Тех, кто сегодня добрался до Полюса. Сергей Мишин, эксперт по юридическим вопросам, советник президента теперь. Здравствуйте! Добрый день! Роман Михаэш, комментатор, тоже эксперт по юридическим вопросам. Здравствуйте! Очень серьезные люди собрались сегодня в студии. Поэтому, я думаю, вы легко оцените ход этой кампании, выделите те особенности, которые, на ваш взгляд, отличаются. Господин Михаэш, вам как эта кампания? В принципе, конечно, есть момент новизны, а именно мандатные округа. В принципе, если даже у нас это было в 2019 году, немногие помнят, скажем так, то, что было тогда, тот опыт. Хотя я тогда тоже помню, участвовал, скажем так, как помощник некоторых кандидатов в депутаты. Но на данный момент, конечно, совсем новое законодательство, новые правила. Конечно же, надо было к этому привыкнуть и ЦИКу, и участникам, и политикам, и партиям. На данный момент, я вижу, что это не проблема, собирать 500 подписей для того, чтобы стать кандидатом в депутаты. Это женщина, конечно. Лежи чем 250. 250, да. Вообще, это не проблема, 250, 50 тысяч, скажем так, 50-60 тысяч. Там, по-моему, от 250. 250-500. У женщин от 250 до 500. Это не высокий, скажем так, порог. На данный момент уже сегодня ЦИК озвучил 150 кандидатов из 400, приблизительно 400, которые подали документы, уже зарегистрированы. Цифра достаточно обнушительная. Борьба будет интересной. Я смотрел по округам, скажем так, где-то в 10 кругах будет даже очень интересно. То есть есть серьезные кандидаты, все серьезные партии выставили кандидатов по округам. Со стороны ЦИКа я не вижу, скажем так, нарушений существенных, которые могли бы появлять на результаты выборов. Регистрировали почти все, которые дал документы. Там есть один или два случая только, по-моему, которые один из ДПМ, кандидат, который им отказали, врач. И, по-моему, один из партии Шура, но сегодня его уже зарегистрировали. Ну, слава богу. Так, это все особенности, которые... Предварительно я могу сказать, что процесс регистрирования кандидатов идет нормально. Спасибо. Особенности этой компании, господин Мишин, вы, какие особенности можете выделить? Ну, у нас одна особенность этой компании, действительно, то, что она происходит по смешанной системе. Но единственное, чтобы наши телезрители были более осведомлены, я бы все-таки хотел начать с другого. Что есть два понятия. Есть электоральный период и есть избирательная компания непосредственно. Есть агитационный период. Это избирательная компания называется, это юридически, если мы уже используем. То есть, что такое электоральный период? Электоральный период у нас начался 10 декабря. То есть, это когда Центр избирком начал создавать окружные комиссии, где непосредственно уже регистрировались и получали подписные листы кандидаты по этим округам, куда они подают свои документы для того, чтобы быть зарегистрированными. Сбор подписей, который стартовал с 26 декабря и должен продлиться до 24 января. То есть, это что означает? Что люди, которые зарегистрировали кандидаты, свои инициативные группы, с этого момента смогли начать собирать подписи. Многие контрагенты пользуются этим и промывацию, которая происходит во время сбора подписей, пытаются притянуть к избирательной компании. Но мы с вами должны четко понимать, что, естественно, есть определенные партии, которые из фондов инициативной группы оплатили определенного рода листовки, материалы. Для того, чтобы люди понимали, за кого они подписываются, это не агитация, это не избирательный процесс. Потому что для того, чтобы за кандидата подписались, тоже нужно сагитировать, нужно объяснить, кто это такой. А есть определенная часть партии, которая этим воспользовалась и сегодня делает с точностью наоборот. То есть, она проводит непосредственно уже агитацию. Голосуйте за того-то или голосуйте за нас и будет лучше. То есть, мы видим, определенные партии выставили уже сегодня билборды, что вот мы сделали в определенном населенном пункте так и так будет во всей стране. То есть, это уже, скажем так, на грани и призыв агитационный голосовать за ту или иную партию. То есть, вы считаете, что особенность в том, что люди раньше начали агитацию политической партии? Именно избирательную агитацию. То есть, вот они этот момент, может быть, потому что юристы неправильно как бы прочитали законодательство и не объяснили, что такое промывация подписаться за кандидата и промывация голосования. То есть, вот эти сроки как раз и начали путаться. То есть, у нас официально стартует избирательная кампания, как мы ее в народе называем агитационная, с 25 января. Вот этот срок, когда любой кандидат, любая партия имеет право прийти к избирателю и сказать «голосуйте за меня», «голосуйте за партию» и так далее и тому подобное. Поняла, поняла. А вот, я говорю, есть нюансы, когда начинают выставлять в соцсетях или на телевидении, говоря, что вот партия проводит уже избирательную кампанию. То же самое, что обвиняли, что проводит праймерист. Нет, вы прочитайте законодательство и посмотрите по действиям, как это происходит. Тогда делайте выводы. Спасибо. Господин Павловский, вы какие особенности увидели в этой кампании? Ну, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, эта кампания может быть оценена с различных точек зрения. Если взять то, что происходит в нашем обществе, она ничем не отличается от всех остальных предпринимательных кампаний. Как барзак был, так он и сохранился. Это то, что, так, общая характеристика. То есть, все-таки, эта кампания имеет определенный момент, который отличает ее от предыдущих кампаний. Впервые, впервые у Молдовы появился шанс прекратить этот бардак. Впервые у Молдовы появляется шанс встать в ряд с другими демократическими государствами. Другой вопрос, если мы сможем, либо не сможем этот шанс реализовать. Это уже другой вопрос. Но я при всем при том, как бы ни развивались события, я думаю, что после... И кто бы ни пришел к власти 24 февраля, я думаю, что мы будем жить в совершенно другом государстве. В совершенно другом государстве. Хотелось бы надеяться, что это государство будет демократическим. Мы можем полностью скатиться к тоталитарному режиму. Это один из вариантов, при котором режимы пиночетов и другие нам просто покажутся детским лепетом. Либо мы можем взлететь до невиданных высот демократизма. Вот у нас такие экстримы. Либо туда, либо сюда. Я думаю, что в том болотце, в котором находимся мы сейчас, больше мы жить не будем. Ну, спасибо вам всем за ответы. Какую особенность заметила я? Очень много писали о получении сертификатов по неподкупности. Вот это тоже отличительная особенность этой компании. С вашей точки зрения, с юридической, все ли сертификаты, выданные соискателем, кандидатом, тем, кто претендует на должность депутатов, были выданы юридически, я не знаю, обоснованно? Вот так сформулирую. Господин Мишин. Ну, насколько юридически обоснованно выданы сертификаты, нам судить сложно, потому что это все-таки занимается целое агентство, которое проверяет по определенным критериям своим внутренним, подкупен, не подкупен человек. Но для меня, например, странно, что некоторые получили сертификаты о неподкупности, имея уголовные дела, некоторые получили сертификаты о неподкупности, когда вынесено решение первой инстанции, человек осужден и ожидает вынесения апелляционной палаты. Как бы тут очень много есть вопросов. У меня такое ощущение сложилось, что, ну, не большая часть, но многие сертификаты о неподкупности были выданы просто по команде, что этому человеку необходимо дать. По команде вы имеете в виду власть? Власть, конечно. Кого-то конкретно. Ну, давайте так, мы не будем сегодня, несмотря на то, что определенная партия подписала в ЦИКе вот этот кодекс, что не будут использовать административный ресурс нигде и ни в коем случае. Однако, если мы поедем сегодня по республике и посмотрим, что происходит и в окружных комиссиях, что происходит и в примариях, то явно и как собираются подписи в некоторых районах и регионах, мы увидим полное действие и полное использование административного ресурса. Как присылаются поздравительные открытки в адрес пенсионеров, используя базу КНАС, да. Как приходят социальные работники и начинают говорить о том, что если вы не будете голосовать за определенную партию, вы не увидите пенсии, она не будет выплачиваться. Ну, извините, если вы это называете не использование административного ресурса, о чем было подписано и клялись в ЦИКе, что этого не будет, ну, мы видим это налицо. Поэтому этот административный ресурс сегодня и мы видим в АОЧу и с точки зрения получения ЦИКа то неподкупности. Ну, понятно, что многие игроки политические сегодня в предвыборной гонке выгодны для того, чтобы силы не пришли к власти определенной. Здесь сертификатам очень, скажем так, нужно все-таки заметить, что... Ну, давайте я все-таки договорю, вы уже потом выскажите как бы ваше мнение. Здесь не дальше актуется эта ситуация. Вы выскажите ваше мнение. И я вижу, что определенные игроки политические, которые получили сегодня все-таки сертификат о неподкупности, баллотируются во главе партии, а также и в определенном округе, они созданы как клоны для того, чтобы отобрать у избирателей определенные голоса. Мы поговорим еще потом о клонах. Вы что-то хотели возразить? Очень важно заметить, что здесь в обществе складывается... Некоторая часть пресса неверно трактует, что такое сертификат о неподкупности. И у некоторых людей складывается впечатление, что кому-то должно отказать выдавать сертификат. Это неправда. Согласно закону, сертификат о неподкупности, он дается любому гражданину, который его требует. Другое, что там написано в нем. Мы же говорим о том, что человек, имея уголовные дела или осужденный судом, получает положительный, где написано, что он имеет право занимать государственную должность и баллотироваться в депутаты парламента. Я расскажу свою точку. До конца я помню, что согласно Кодексу о выборах и Конституции Республики Молдова не имеет права быть кандидатами только те, которые лишены этих прав в судебном порядке, то есть, которые уже окончательно были осуждены, и недееспособные лица. Давайте будем все-таки соблюдать закон. В данном случае, если у человека есть судимость только в первой инстанции, как у господина Шура, давайте честно будем говорить, потому что его субъект затронул в обществе и везде говорится. Господин Михайлович уже называет фамилию. Потому что о нем говорят все. Дали ему сертификат, да? Ему дали сертификат, потому что он не осужден окончательно. А вы не задались вопрос, почему его... Это уже другой вопрос. Почему его дело, окончательное вынесение решения суда апелляционной палаты, уже третий раз переносится, и причем переносится на довольно длительные сроки? Оно переносится на три месяца. То есть раньше, когда выносилось первой инстанции решение, не было необходимо проводить финансовые какие-то аудиты в деле. А вот в апелляционной палате, причем на три месяца вперед, нужно это проводить. А потом они все-таки не доперевели, не допроверили. А я хочу, я хочу. Все, господин Михайлович, давайте будем... Чтобы не складывалось какое-то неправильное впечатление, я тоже согласен с тем, что это дело... Есть очень много вопросов по затягиванию этого дела. И не только этого дела. Но я говорю с юридической точки, с формальной точки зрения. С формальной точки зрения. Агентство выдало всем эти сертификаты и не имеет права баллотироваться только те, которые были осуждены окончательно или являются недееспособными. А вот у меня сейчас будет вопрос к господину Павловскому. Господин Павловский, вы помните, когда господин Филат претендовал на должность премьер-министра? Ну, он хотел тогда, по крайней мере. И вы помните, каково было решение Конституционного суда? Да. Это недоверие, да? Им выразили, вот он, недоверие. Что они точно так же, как господин Филат, не могут теперь баллотироваться депутатом. Ну, это очень сложный вопрос. Во-первых, надо сказать, что то, что касается этих сертификатов, а не подкупностных. Я глубоко убежден, что это была просто инвенция, изобретение наших правителей, для того, чтобы не допустить к власти неугодных представителей оппозиции. У меня сложилось четкое представление. Вы видите, представители властных структур регистрируются без малейших ограничений. И сертификат для них, это вообще, даже не стоит об этом говорить. Сейчас в Фейсбуке прочитал шутку. Купите два сертификата, третий получите бесплатно. То есть, до этого уже доходят, понимаете. Я далек от того, что у нас сказать, что комиссия по ней подкупилась, она коррумпирована. Но люди это воспринимают вот таким вот образом, и никуда они от этого не уйдут. Что же касается самого сертификата как такового. Это сказать, что право избирать и быть избранным предусмотрено и в Органской конвенции по правам человека. И если здесь у нас какие-то ограничения будут допускаться по праву избирать и быть избранным, это значит, что человек будет иметь право обратиться в Страсбургский суд. А Страсбургский суд будет оценивать не по критериям, как хочет Аплаготнюк или Канду, а будет оценивать по тому, каковы стандарты европейские, каковы стандарты европейской конвенции. А стандарты очень простые. Должна быть первая законодательная база, то есть вмешательство в право должно быть законным, основанным на законе. А здесь, когда мы говорим, возник вопрос, а почему вы дали тому, почему вы дали другому. А очень все просто. Я вообще считаю, что этих сертификатов не должно быть по определению, как и этих всех деклараций, которые там абсолютно глупые декларации, никому не нужные. Их не должно быть искусственное ограничение человеческого права избирать и быть избранным. Просто закончу фразу. Хочу сказать, что Таласбургский суд будет оценивать по своим критериям. И для этого они скажут, а вот оно в законе написано, когда он не выдается, этот сертификат. Вот раз, два, три, четыре, десять, пятнадцать конкретных случаев, когда он не выдается. И эти случаи должны быть обоснованными с европейской точки зрения. И они должны быть пропорциональными тому, той цели, которая преследуется в данном случае. Там целый набор критериев идет, целый набор принципов идет. А есть ли у вас, уважаемые юристы, данные, что кому-то отказали выдать этот сертификат? Или вот, например, написали такое в этом сертификате, что это не дает ему права. Нет, секундочку. Просто эта теория ваша тогда рассыпается из-за того, что, как вы говорите, что придумано против оппозиции, против всех. Но раз всем выдают. Это теория бездоказательная. Раз всем выдают. На определенном этапе, но вы же знаете, что эта система была подвергнута жесточайшей критике со стороны европейских структур. Я не исключаю, что они просто на данном этапе немножко отступили от своих начальных планов. Но давайте не забывать, что эта комиссия, комиссия, она дискредитировала себя не на этом этапе. Она дискредитировала себя на этапе проверки обоснованности приобретения имущества нашими дорожественными лицами. Когда они, помните, отказались голосовать за одного нашего великого координатора, который имеет дом за границей. Они просто дружно отказались голосовать по этому вопросу. Где это видо? Что это за учреждение? Это что, частная лавочка или это государственное учреждение, которое оплачивается за счет средств налогоплательщика? Какова ее задача? Где реализация этих задач? Поняла. Очень коротко. Эти сертификаты подаются всем. Комиссия обязана подавать всем, кто их просит. Вы уже это говорили, вы повторяете. Здесь нет никакой политической подопроги. Проблема по-другому. Действительно, я согласен здесь, что этот сертификат не должен просить я или кандидат. Они должны сами, комиссия, обоставлять его где-то на сайте, чтобы все кандидаты, которые подают документы в ЦИК, чтобы автоматом комиссия давала эти сертификаты ЦИКу. Потому что здесь этот момент, что кандидат должен ходить туда в комиссию, подавать заявление, ждать 15 дней, он может быть истолкован с точки зрения ЧЭДу, как один из импедиментов, но маленькая проблема, скажем так. Хотя они выдаются без проблем, но этот срок 15 дней слишком большой, с моей точки зрения. И чтобы этого в дальнейшем не было, я согласен с вами, что его надо убрать как обязательно для кандидата, но сделать обязательным для комиссии, чтобы комиссия его выдавала автоматический цикл. Если бы они хотели вот по этому пути пойти, я с точки зрения, как бывший судья, хочу вам сказать, что в данном случае они должны были сами по своей инициативе проверять неподверженность коррупции. Хотя это очень такой скользкий термин, но если бы они уже захотели это делать, они должны были там сами проверять. И если бы они нашли основания, я забыла возбудить уголовное дело, привезти человека к ответственности за это. А не сказать, что он там коррумпированный, мы ему не даем сертификат. Это по определению неправильно. Хорошо, еще особенности, которые заметила я. Если на прошлых выборах, в период кампании, мы заметили, что у нас стали появляться партии, названные спойлерами, с одинаковой аббревиатурой. Мы помним такие случаи, правда, господин Михаилович? Мы можем назвать такие партии легко, правда? Господин Попа Руслан, наверное, сейчас и кает, например. Но в этой кампании у нас появились такие моменты, что стали участвовать кандидаты с фамилиями и именами, которые могут отличаться одной буквой, а могут даже не отличаться. Вот распиаренный случай Анастас и Анастас. Но социалисты могут Георгия, Георгий и Пара. То же самое. Это 49-й избирательный округ. Точно такая же ситуация. Господин Михаилович, и только вот партия власти, Георгий и Георгий Пара на одном и том же избирательном участке, 49-м. Вот если по поводу господина Анастаса это было очень так все распиарено, то здесь как-то... И здесь одна буква, и там одна буква. То есть это тоже здесь, конечно же... Вот это такое ноу-хау. Объясните мне, пожалуйста, о чем это говорит? Можно подозревать, конечно, что это спойлерство, но с другой точки зрения человек имеет право быть избранным. Правильно? Если я не думаю, что... Георгий Михаилович, вы правильно говорите, что он имеет право быть избранным. Вопрос, каким способом. Вот это важный нюанс. Это способ. Потому что они увидели, когда был представлен кандидат, они увидели определенный круг лиц, увидели с какой фамилией, с каким именем, по какому округу, именно в том же округе появляется тот же человек. И вы думаете, что люди не смогут никак разобраться об этом? А вы знаете... Как подсказывает опыт партии господина Руслана Поппы, который в 2014 году взял приличное число процентов. Господин Михаилович, давайте быть честными. В 2014 году, когда появился такой клон, только партийный, списочный, и когда партия не потратила за всю предвыборную кампанию ни одной копейки денег, ни на какую агитацию, ни на что, и набрала при этом 5,8%. И ему всего не хватило 0,2% для того, чтобы попасть в парламент, понимаете? То у меня сейчас действительно назревает вопрос. Господин Михаилович, господин Михаилович, господин Михаилович, господин Михаилович, нас немножечко троллит сейчас, потому что он сам понимает, что эти фамилии, но мнение господина Павловича. Я просто жду своего времени. Поэтому я пытаюсь все время губиться, я стараюсь, чтобы вы принимали участие. Вы знаете, я не перебиваю, у меня нет такой привычки перебивать людей. Я добросовестно слушаю до конца, а потом высказываю свое мнение. Я вас за это хвалю, господин Павлович, и предоставляю вам слово. Я вас благодарю. Я хотел сказать, что это все проявление грязных избирательных технологий. Конечно, практика избирательной борьбы, она знает и другие случаи, в том числе убийство кандидатов, избиение, проламывание головы. И, слава богу, у нас до этого не дошло, и, будем надеяться, не дойдет. Но это все из той же самой категории. Я бы хотел, я бы очень хотел, и я в том числе обращаюсь к нашим коллегам, я бы очень хотел, чтобы мы обсуждали проблемы, которые существуют у нас в государстве. Что мы должны решать, перед чем мы стоим, какие вызовы нашего государства, перед нашим государством, никто их не обсуждает. Все обсуждают троллей, и, главное, это моя ремарка, это упрек, он адресован. К тем, кто претендует быть правителями в государстве. От них это зависит прежде всего. На месте правителя я бы не занимался бы этими вот поставными депутатами, кандидатами, а я бы проявил бы все усилия, направил бы все усилия на то, чтобы показать, вот оно, люди добрые, что я делаю для вас. У нас никогда не спрашивают мнение людей, что у нас люди хотят. Чего люди хотят? Никто не знает, все решают за людей, все высказываются за людей, и все оракулы такие появляются, у нас оракулы, и такими трагическими голосами предвещают, что будет завтра, что будет послезавтра. Я думаю, что это неправильно. Мы должны обсуждать проблемы существующих в обществе. Должны, господин Павловский, но это тренд, вот с этим как-то можно законодательно бороться? Вы понимаете, что у нас... Наконодательно бороться можно. Да. Другой вопрос, кто будет? Для того, чтобы бороться, нужно иметь большинство в парламенте, надо иметь возможность голосовать законы. А в данном случае у кого большинство в парламенте? Поняла, поняла. У тех, кто это продвигает. То есть на данный момент вот с этим всем бороться, вы считаете, что невозможно? Это надо делать, но невозможно. Хорошо. Еще одна особенность предлагаю вам обсудить, господа юристы, это обвинение многих в том, что независимые кандидаты, которые сейчас идут у нас как независимые, на самом деле вовсе и не независимые. Они являются представителями политических партий. В основном в этом обвиняют, что это представители партии власти. И приводят в пример Сильвию Раду, которая когда баллотировалась с примарой, помните, да, она всем говорила, что я ничего с демократами общего не имею. И вообще. А тут она сейчас идет по их спискам. Вот все говорят, вот Сильвия Раду говорила, что она независимая. Никакая она не независимая. Его точно так же сейчас делают другие. В этой связи у меня к вам вопрос. Вот с этим явлением вообще точно так же нельзя бороться? Либо все-таки есть какие-то выходы, чтобы мы знали? Народ знал, за кого мы голосуем. Это то, чтобы только партии участвовали в политической жизни страны. Я сейчас задала очень конкретный вопрос. Между прочим, реформа кодекса выборного, именно к этому и идет. То есть весь смысл был в том, что не только партии должны участвовать в политической жизни, но и независимые кандидаты, и региональные лидеры. Господин Кэмин, вы суть вопроса не поняли. Суть вопроса в том, что все независимые кандидаты, которые участвуют. Я смотрел, например, позавчера, один из этих независимых ответил, адвокат САВА, который участвует, между прочим, что его и с одной стороны, и с другой, и с третьей стороны люди звонили, давай ты отзывайся, потому что ты работаешь за того-то, за того-то, за того. То есть его обвинили сразу, что он за трех или четырех участником работает. И он ответил, люди другие, почему вы мне не даете право, чтобы я участвовал в этой электронной, почему, то есть меня обвиняют из права и слева, что я чей-то клон, чей-то, скажем так, подставное лицо. И я разделяю его точку зрения. Давайте дадим все-таки людям право участвовать. Так никто это право не отнимает, господин Михайлович. Если у человека есть своя точка зрения, если она не совпадает с точки зрения какой-нибудь адвокат, значит он не имеет право участвовать. Вы так и не поняли суть вопроса. Он имеет право участвовать, никто с этим не спорит. Просто люди, аналитики, они что говорят? Что демократы, они, поскольку переживают за то, что не все независимые кандидаты под их эмблемой пройдут, что все-таки у демократов не такой высокий уж рейтинг. Ну, давайте скажем так, она не первая партия в рейтинге. Вот поэтому ведется такая игра, как Сильвия Раду. И поэтому как бы призывают к чему? Давайте честно говорить, что пусть кандидаты независимые скажут. Да, сразу, какую партию они поддерживают, за кого бы они голосовали, за кого они будут по партийным спискам голосовать. И тогда будет все понятно. Разве не так, господин Павловский? Конечно же, это так. Я хочу сказать, что то, что проблема, которую вы идентифицировали, это результат того беспорядка, который воцарил в избирательной системе после изменения избирательной системы, после введения так называемых одномандатных избирательных округов. Это все последствия. Эти все последствия надо было привидеть тогда, когда это все предлагалось. Что касается проблемы, собственно говоря, у нас перед Молдовой три базовых вектора развития. Это проевропейский, пророссийский, прорумынский. Три вектора базовых. Значит, сейчас прорумынский вектор, он немножко пошел на спад, даже хорошо пошел на спад. Остались два вектора. Проевропейский и пророссийский. Вот эти вот люди в единственном лице, персонально участвующие в этих выборах, они пытаются по-любому, что бы они ни делали, они должны будут к какому-то вектору примыкать. Либо к пророссийскому, либо к проевропейскому. Это реальность. Как бы вы ни пытались спрятать голову в песок, это реальность. И тогда высказывает вопрос, а зачем они нужны, если они по-любому в итоге не смогут ничего решать. Вот господин Сава, я уважаю мнение господина Андрея Михайловича, но давайте представим, господин Сава, как он в индивидуальном качестве сможет продвигать законы? Ну не сможет, он же его дает единственным голосом. Он невольно должен будет обращаться за помощью либо к одной группе, либо к другой группе. А почему это они сделают изначально? То есть я, как бы, убежден. Я поняла, господин Мишин, продолжайте. Вот вы по поводу независимых, что можете нам сказать? Я могу согласиться, если это действительно были бы независимые кандидаты, то они должны быть и, в принципе, смешанная система для этого и делась. Но исходя из того, что делает сегодня власть, и даже во многих округах мы видим, что есть выдвиженец от партии власти и рядом тот, который был в этой партии недавно, но по каким-то причинам отказался, тоже выдвинут. То мы понимаем, что они поведут одинаковую предвыборную гонку и в определенный момент кандидат от Демпартии откажется в пользу этого лица, независимого, как бы, в кавычках. Но тот уже успеет электорально привлечь к себе голоса. По поводу векторности я не соглашусь с господином Павловским. То есть, да, есть определенный российский вектор, есть европейский вектор, есть румынский вектор, но я все-таки бы хотел сказать, что у нас сегодня в Республике Молдова существует и промолдавский вектор. И это самое главное. И этот промолдавский вектор, который пропагандирует партия социалистов на протяжении последних четырех лет, Игорь Николаевич Додон, придя и став президентом Республики Молдова, он всегда говорил, что мы промолдова, и мы, я как президент страны, я президент страны для всех, и я за Молдову, за суверенитет и за независимость этого государства. Что мы должны дружить со всеми во благо национального интереса Республики Молдова. Это говорит и пропрезидентская партия социалистов, которая и основной этот тезис лег в их программу. Что мы развиваем молдавское государство. Поэтому я все-таки надеюсь, что 24 февраля, когда будут выборы, мы будем голосовать не про российско-проевропейское или про румынское, а мы будем все-таки, и все наши граждане выйдут на голосование, и будут голосовать за промолдавское движение и за промолдавский вектор. И вот эти независимые кандидаты у нас вызывают, скажем так, на 95% сомнение, что они действительно независимые. То есть есть эта проблема, вы ее признаете? Это есть проблема, она есть. Есть уже много фактов задокументированных, как бы в эфире, пока это рано об этом говорить. Но те независимые кандидаты, которые сегодня пошли как независимые, как должно быть в демократическом государстве, как это предусматривала смешанная система, когда она голосовалась в парламенте. К сожалению, мы сегодня видим именно грязные политтехнологические ходы действующей власти по выдвижению этих независимых кандидатов в определенных округах. Еще одна проблема, но она, правда, осталась из прошлых выборов. Это участки за рубежом. Вот вы помните, да, парламентские выборы 2014 года была проблема, на президентских вообще эта ситуация была вынесена в заголовки, потому что показывали толпы людей, которые не смогли проголосовать. Эта же проблема сейчас достается и на выборы 2019 года. Очень скоро правительство соберется и будет думать, сколько избирательных участков открывать. То есть они будут думать, где, сколько и, наверное, какие-то принципы нам предложат. Как вы полагаете, как поступит правительство в этой ситуации? Есть решение государственного суда, которое обязывает и парламент, и правительство открывать больше участков, давать больше бюллетеней. И хочу вам напомнить, что сейчас за рубежом уже будут выдать не 3000, а 5000 бюллетеней. Не обязывай все-таки рекомендовать, господин Николаевич. Обязывать конституционный суд, парламент не имеет права по своему. Рекомендовал. Да, рекомендовал. Но парламент принял уже, вы знаете. То, что парламент согласился и принял, это другого вопроса. Давайте не будем терять время. Мы говорим о юридическом, давайте так. Я сказал, что парламент принял 5000, что я не правду и сказал? Правда? Ну, 5 минут потеряли. Идем дальше. То есть 5000 уже... Я чувствую, что будет на выборах. Да, так, пожалуйста. 5000 – это уже прогресс, то есть не 3000 будет в каждом отделении или секции, или как называется. С другой стороны, Молдова практикует, с моей точки зрения, очень разрешительный подход к открытию за рубежом, участковый право производства. Какой подход, простите, еще раз? Как вы его назвали? Я назвал очень, скажем так, демократически, очень... Как... Это уже психиатрия или что? У меня... Нет, я просто... На экзамене или что? Я хочу... Нет, я не расслышала это слово. Уже в 2 раз у меня останавливается. Я не расслышала слово. Разрешительный. Вот-вот я поэтому хотела вас попросить. Давайте поговорить. Господин Михайлович, я же не виноват, что вы не помните слово, которое вы... Разрешительный подход. Разрешительный. Ну, спасибо, я уточнила. Просто я удивлен. Тем, что я прошу, я что-то не слышу. Уже в 2 раза у меня... Так, разрешительный подход. Продолжайте, пожалуйста, дальше. Я объясняю, что я имею в виду. Например, во Франции тоже есть и за рубежом есть электоральные участки, да? Да. Там есть период времени, который дает цену регистрацию французских граждан, которые находятся за границей. Если ты, гражданский гражданин, до какого-то числа перед выбором, например, за 30 дней до выбора, не зарегистрировался, ты не имеешь права голосовать. Вообще. В Молдове разрешительный метод. Что это означает? Да. Даже если ты не зарегистрировался за рубежом, на сайте или где-нибудь еще, ты все равно имеешь право прийти и проголосовать. Понятно. Замечательно. Я объяснил правильно, вы поняли? Что такое разрешительное? Господин Михаиш, давайте я сейчас поставлю точку в вашем поведении. И мне кажется, что вы сейчас ведете себя некрасиво, потому что я уточнила слово. Я вас не обидела. Секунду. Секунду. Спасибо. Нет, я уточнила, я спросила, какой подход? Разрешительный. Спасибо. И в чем проблема, господин Михаиш? Мне кажется, вы слишком манительные. Не надо издеваться на приглашенном вопрос. Это называется издевательство. Господин Михаиш, уточнить слово, это издевательство? Простите тогда. Господин Мишин, расскажите мне про участки. И давайте вспомним ситуацию с российскими участками. Потому что в прошлый раз их было мало, и это было основным камнем преткновения. Вот этот раз как будет? Сегодня, я думаю, на территории Российской Федерации их тоже будет мало. И мы с вами прекрасно понимаем, как вообще происходит открытие участков за рубежом. То есть МИД получает, ну, помимо того, что ЦИК передаст правительству тех, кто зарегистрировались на сайте alligatour.md, МИД получит от посольств определенное количество участков, которые посольство рекомендует открыть на территории своей страны. То есть посольство, на самом деле, сегодня это какой орган? Это тот орган, который следит, какое количество наших граждан находится в той или иной стране. Лучше всего ситуацию никто не знает, как посольство, находящееся там. Ну, соответственно, МИД, когда просмотрит эту всю информацию, исходя из того, и понимая, кто сегодня находится у власти, они сделают свой расчет, как и за кого будут голосовать на том или определенном округе. И, соответственно, правительству предложит свое видение по открытию этих участков. То есть, в зависимости от политических предпочтений, вы так полагаете? Конечно, я на 100% в этом узоре сегодня. Смотрите, я оставал в России в 2016 году голоса граждан, если вы знаете. Господин Михаил, даже если сегодня... 50 тысяч человек. Подожите, даже если сегодня... А сколько было участков открыто? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Нет, а сколько было участков открыто? Суль, сколько было разговора, что мало участков в России? Секунду, господин Михаил, еще раз, сколько было открыто участков? Я вам... Сколько в 14 году? Я вам дал пример. 5 тысяч всего лишь голосовали. Подождите, сколько было участков? Подождите. Для чего? Нет, ну вот вас спрашивают, сколько... 7 участков, 8 было. 8 участков. Умножьте на 3 тысячи максимально. И сколько человек может проголосовать? Господин Михаил, пришли все больше 5 тысячи. Где было чередей, не было протеста, не было чего. Где были протесты? А ваш любимый Ренат Усатый бегал с протестами, кричал, что им не дают проголосовать на территории посольства в Москве и так далее и так подобное. Давайте мы не будем вспоминать старое. Поэтому сегодня мы имеем, что да, действительно увеличили количество бюллетней. Но, к примеру, если в России сегодня по официальным данным находится 480 тысяч молдавских граждан, а там откроют всего 15 участков, к примеру, да, и будет на каждый участок распределено по 5 тысяч бюллетней, то из 480 тысяч смогут проголосовать всего 75 тысяч. Я уточняю, 15 участков, это вы просто так сейчас сказали. Это я сейчас беру с потолка. Естественно, потому что официальную информацию об этом мы сможем узнать только когда... 19-го, 20-го... Не позже, чем 20-го. Да, не позже, чем 19-го, 20-го. Но я беру крайний срок. То есть 19-го, 20-го января мы только узнаем, какое же все-таки решение примет правительство республики Молдова на базе данных, которые даст Министерство иностранных дел, входящее в это правительство. И причем цикл в данном случае повлиять никак на количество открытия участков не может. Потому что это идет по решению правительства Молдовы. Спасибо. Господин Павловский, вы что скажете по этой ситуации? Я хочу сказать вот что. То, в принципе, с чего я начал. Что очень важно определение предпочтений народа. На чем держится демократический режим? Демократический режим держится на воле изъявлений народа. Правильное определение воли изъявлений народа является задачей любого демократического правительства. В данном случае для того, чтобы правильно определить это самое воле изъявления, необходимо как можно больше этих участков открывать, для того, чтобы люди могли бы высказать, что же они хотят. Тогда следующее правительство будет основываться на воле народа. Даже если кому-то, предположим, из теперших правителей, может не понравиться на каком-то этапе это волеизъявление, но это же закон, это конституция, мы не можем ничего другого противопоставить этому, кроме какого-то реального режима, администраторского режима. Поэтому я бы рекомендовал настоятельно нашим правителям вспомнить то, что они претендуют на звание демократов и открыть как можно больше этих участков. И в России, я не хочу сказать, что открывать только в Европе, вот я представитель проевропейского направления, и я хочу только в Европе, в России нет, ничего подобного. Я хочу знать, я думаю, как и все мы, я хочу знать, какое же истинное его изъявление на человека, за что он хочет, чтобы мы работали, в каком направлении он хочет, чтобы мы работали. И вот тогда мы скажем все дружно, я первый буду хлопать в ладоши и скажу браво гувернантам, а если они будут идти по старому пути, когда стояли километровые очереди, и это было просто издевайство над людьми, издевайство над собственными гражданами, то чего невозможно, не должно быть в демократическом обществе. А вот вам представители власти скажут, ну хорошо, но на открытии каждого участка необходимы какие-то все-таки ресурсы. А мы вот переживаем не самые лучшие времена, поэтому вот открыть такое сумасшедшее число участков мы себе позволить, например, не можем. Зачем сумасшедшее? Вот возьмите Российскую Федерацию, по регионам, откройте по регионам, возьмите Европу, откройте по основным местам, это Франция, это Италия, это Испания, это Германия, то есть определите, вот скажем, по Европе, скажем, 20 участков, по Российской Федерации 20 участков, ну я так грубо говорю, я сейчас не знаю, проживание, где зоны массивного проживания. То есть вы точно так же просто называете какие-то цифры, да? Я исхожу из того, что мы должны правильно определить воли изъявления нашего народа. Понял, правильная воля изъявления. Так. Объясняю еще раз. Я участвовал в работе парламентской комиссии. Там были все точки зрения высказаны. Одним из критерий является регистрирование человека, который находится за границей, гражданина. Зарегистрировано на данный момент 24 тысячи с чем-то человек, граждан Молдовы, за границей. То есть, если говорить, да, я согласен, что в Российской Федерации 380 тысяч человек проживает. Я хочу сказать, что у вас за пределами Республики Молдова, я сейчас не беру Российскую Федерацию, Европу, проживает 24 тысячи? Смотрите, право человека голосовать, право. Вы не можете его заставить. Вы не можете открыть 30 тысяч там. Вы должны дать ему право. Сегодня же 24 тысячи четко обозначили, что они хотят голосовать. У него есть право, мы должны предоставить возможность. Вот так, я бы сказала. А Молдова должна сделать, а Молдовов, Молдовский парламент, с моей точки зрения, мудро поступил. Он дает возможность голосовать не только тем, которые зарегистрировались, которые выразили свой интерес. Почему Молдовский парламент эту возможность дает, а правительство эту возможность ограничивает? Вот этот вопрос, понимаете? Правильный вопрос, о чем я буду дойти, тоже комментировать. Согласен с вами, что есть этот, я предлагал, когда я участвовал в работе, это было предусмотрено в законе. Какой-то коэффициент там, например, граждан, если находится, возьмите какие-то там, например, как вы говорили, да? Но есть пример стран, которые имеют голосование по адамонатным граммам. Например, Франция. Смотрите, например, Франция. Ну, мы все время ссылаемся на какие-то страны. Французы не разрешают голосовать тем, которые не зарегистрированы. Молдова пошла по либерализации этой ситуации. Пришел человек, есть у него молдовский паспорт, все, он имеет право голосовать. Но вы правы. Правительство должно исходить из того, что не все те, которые хотят голосовать, зарегистрировались. Зарегистрировались, конечно. И взять это во внимание, и открыть достаточное количество этих самых участков. Причем не просто достаточное количество, а достаточное количество во всех регионах. А не выборочно. Что на Европу мы будем открывать больше, а вот в этом округе мы будем открывать меньше. Но опять же повторяюсь, там есть еще один критерий, сколько голосовали на предыдущих выборах. В России голосовали 5000. Хорошо, в 2014 году на этих выборах было одно количество граждан, которое находилось в этом состоянии. Там было больше, вы согласны с этим? А там было меньше. А знаете, как я поняла ситуацию в России, как получилось это все? Когда был ажиотаж, господин Михаил, когда люди приходили, потому что очень многие звонили нам на телеканалы. Люди подходили на президентских и видели, что там стоит очередь, не знаю, чуть ли не километровая. Они видели, разворачивались и уходили. Понимаете? И поэтому проголосовали те, кто более или менее смог выстоять вот эту очередь. Это не значит, что те люди, которые ушли, они не хотели. Они просто увидели вот эту очередь. Разве не так, господин Михаил? Я могу еще добавить к этой ситуации. Мы рассматриваем, смотрите, мы всю программу, когда говорим о заграничных округах, о заграничных участках. Мы говорим Европа, это Германия, Франция, Италия, все правильно. И с другой стороны мы говорим только Россия. А давайте не будем забывать, что 49 округ это не только Россия, это Россия и страны СНГ. Туда входит и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, где также по этому округу открываются избирательные участки, которые относятся к одному округу. Поэтому у меня теперь очень интересные вопросы. Я очень хочу посмотреть, как себя поведет правительство и какое количество участков откроет в Российской Федерации, на Украине, Белоруссии. Потому что это все одинаково. А вы в Украине? Не важно. Господин Михайлович, взялся сейчас русский язык редактировать. Господин Михайлович, сегодня не ваш день, пожалуйста. Мы говорим как Украина. Поэтому у меня вот вопрос. Будет ли пропорция открытия участков, исходя из количества населения, находящегося во всем СНГ? Под четкостью. У меня есть тут большие тоже вопросы. Там есть совокупность факторов, которые должно проведение взять во внимание. Вы говорили. Есть совокупность факторов. Вы берете только один фактор, что в этот человек находится. Я вижу сегодня, что совокупность факторов, которые берутся в законе, далеко не соблюдаются определенными игроками, которые зарегистрированы. Поэтому уповать на то, что эти факторы будут предусмотрены при открытии этих участков... Давайте подождем, посмотрим, сколько правительство откроет. Потому что сейчас я на данный момент не имею информации, что, например, они сказали, что вот столько-то откроем и не больше. Посмотрим, сколько они... Господин Михайлович, если вы не имеете информации, тогда давайте подождем. Смотрите, зарубежный фактор, раз мы о нем говорим. Я хочу, чтобы вы сейчас оценили, как в этой компании ведут себя главные, я не знаю, игроки, скажем так, Россия, ЕС, Соединенные Штаты Америки. Напомним нашим телезрителям, что по закону у нас агитация с участием персон зарубежных, да, я уже не говорю там про финансовые разные, вот все эти вещи, категорически запрещена. Вот как себя они ведут сейчас, господин Павловский? Россию уже обвинили, кстати, во вмешательстве в предвыдущую компанию. Я напоминаю просто. Еще до начала. Я бы не взял на себя смелости давать оценку поведению других представителей других стран и других международных организаций. Это их личное дело. Но давайте не забывать другое, что наше законодательство не предусматривает возможности закрыть рот, грубо говоря, извините за выражение, представителям Европейского Союза, или закрыть рот представителям Соединенных Штатов Америки, закрыть рот представителям России. Они высказывают свое мнение. В чем проблема? Я не вижу это глупейшее из тех положений, которые могут быть. Вот власть возмущается по поводу России. Говорит, вот зачем? Мне не важно, я не говорю, в данном случае, я не веду речь о России. Забудьте вы эту Россию. Это в равной мере относится ко всем международным... Не могу, Господин Павловский, потому что уже обвинили во вмешательстве. Это в равной мере относится ко всем зарубежным игрокам. Мы не можем... Наш закон... Пускай кто вот это говорит, да? Пускай скажут нам, какая норма Молдавского законодательства предусматривает ответственность за высказывание мнения... Это господин премьер-министр сказал. Высказывание мнения... Это я цитировала, да. Скажем, председателем Европарламента. Какая норма запрещает ему? Он пользуется правом на выражение, свободное выражение мнения, как и все остальные люди. И господин Путин пользуется правом на выражение, свободное выражение мнения. Не предусматривает наши законодательства, никаких санкций за это. Просто у нас вот люди, которые претендуют, что они демократы, они недостаточно понимают, что это значит быть демократом. Демократия, демократия, как я уже сказал с самого начала, это определение воли заявления народа и правления, исходя из мнения большинства с учетом интересов меньшинства. Это демократия, а не то, что делает у нас навязывание мнения по народу, использование грязной избирательной технологии. Это ничего не имеет общего с демократией. Спасибо, господин Павловский. Я согласен частично с господином Павловским, что не можешь ты Путину или, не знаю, Широдеру, кому-то запретить, чтобы он кого-то поддерживал в Молдове. Но ты можешь запретить Дадону или, не знаю, Канду или ГИМПу, чтобы он фотографию, которую он где-то добыл, не знаю, с кем, с Путином, например, чтобы он использовал внутри политической кампании. Это ты можешь запретить. Это можно, я прошу прощения, это важный вопрос. Это можно, я согласен, это правильно, но для этого в законодательстве должно быть включено это положение. Закон должен быть, лечит, требуя своей привязиблой. Почему я сейчас сейчас с вами согласен, потому что закон, он не имеет расставительное, как вы говорите, чтобы он четко предусматривал, он имеет общую норму. Нет, прошу прощения, что касается... И эту норму ЦИК может использовать против какого-нибудь электорального кандидата, я с этим согласен, но чтобы этого не было, с моей точки зрения. Это будет произволно. Ну, прошу прощения, если это не основывается на четкой правовой норме, это будет произволно со стороны ЦИКа. Мое предложение, я уже с этим вопросом сталкивался, мы об этом говорили, в том числе в комиссии, я тоже тогда говорю, ребята, здесь есть один нюанс. Если председатель Еврокомиссии скажет, что я поддерживаю, например, Майю Санду, да, или, не знаю, кого-нибудь из молодых, ты же не можешь Майю Санду из этого снять с выборов, правильно? Да. А если Майя Санду возьмет фотку, которую она имеет с этим, и принесет ее и поставит на плакат, ты можешь ее наказать. Вот здесь разница, я вижу, чтобы... Где-то в законе должно быть предусмотрено, правильно, запрещение использования фотографий с... Не фотографии, а именно образов или каких-то, не знаю, музыкантов, персоналей, не только политиков, понимаете? Можно придумать название последовательное? Господин Мишин, можно я вам скажу, как есть? Нет, секундочку, вы ответите сейчас и господину Михаешу, и господину Павловскому, но вот я вам скажу, как есть. И смотрите, что у нас на сегодняшний день? Господин премьер-министр, господин спикер, они прямо обвиняли Россию во вмешательстве в наши внутренние дела, во вмешательстве уже в наши выборы. Понимаете, а если учитывать ситуацию в международном уровне, да, то мы знаем, что Россия во всех выборах всегда виновата уже. Не во всех, но в каждом втором случае. Уже в каждом первом. Уже у господина Михаеша своя статистика, у господина Мишина своя, уже в каждом первом. Я поэтому у вас вот сейчас вопрос, видите, я формулирую более конкретно. В этой ситуации мы же понимаем, что обвиняют партию социалистов первонаперво в том, что они пользуются поддержкой России. Вы знаете, мне смешно вообще обсуждать этот вопрос из двух причин, да. Первое, это когда говорят, что Россия, почему она вмешалась в выборы Молдовы, да, вот не довели до конца. Потому что она сделала амнистию для мигрантов, то есть сделала благо для наших граждан, да, и сняла на полгода пошлины для молдавских товаров. Секунду, для молдавских товаров. Этот вопрос уже решается, господин Михаеш, если вы только пользуетесь, вот когда подождемся, тогда вы будете упрекать. Я просто заметил. Он запретил сухопутным по морю, воздушным транспортом, пожалуйста, завозите. И даже сегодня на таможенных пунктах России молдавские овощи и фрукты, которые попали до запрета этого на территорию, проезжают в Российскую Федерацию, исходя из-за минусом этих пошлин. Это вам для статистики. Так вот, это два момента, почему они говорят, что вмешались. То есть то, что сделали хорошо для наших экономических агентов, то, что сделали хорошо для наших мигрантов, то, что амнистировали, это вмешивание во внутренние дела и выборы Республики Молдова. И второй момент, почему мне смешно это обсуждать, да. А кто это говорит? Те люди, которые приняли этот же сам закон в свое время, чтобы в пику Игоря Николаевича Додону, который тот баллотировался в президенты страны, и сейчас же сами, они же, да, все. Потому что это и Майя Санду, которая тогда входила в альянсы, голосовала за это, и демократы, которые входили в альянсы, голосовали за это, и ЛДПМ, и ЛП, и господин Анастасий, которые сегодня фотографируются с иностранными лидерами, снимают видео и так далее. Они же говорят, то есть они наступают на те же грабли, приняв этот же закон против партии социалистов. И но, для них хорошая пугалочка, да, что вот Россия вмешивается. А извините вопрос, а Европа не вмешивается? А США не вмешивается? А вмешивается, а когда едет господин председатель парламента в Соединенные Штаты Америки и показывает кучу фотографий с определенными, там он в Госдепе встретился, с конгрессменами, когда конгрессменов привозят сюда на самолете, и они гуляют по Республике Молдова, а это не вмешательство, так, ребят, вы посмотрите сначала в зеркало, прежде чем обвинять кого-то в чем-то. Поэтому мы и должны... Я хочу господину Павловскому, да, предоставить, что времени мало. Электоральные кампании это одно, использование вообще в политике это другое, надо делать все-таки различия в этом. Так вот, когда обвиняют, господин Филипп обвиняет Россию во вмешательстве до начала электорального периода, а это сейчас разносится, вот вы сейчас правильную фразу сказали, момент до и момент во время. Спасибо. Господин Павловский, коротко. Да, да, очень коротко я хочу сказать, что я юрист, я предпочитаю оперировать правовыми терминами. Что такое вмешательство? Какой закон у нас регулирует понятие вмешательства в выборную кампанию? У нас такого закона нету, просто не существует его. Более того, если бы кто-то попытался его сформулировать, он бы не смог это сделать. Это просто невозможно сформулировать. Еще одну вещь скажу. Если бы я стал бы отрицать, что Россия имеет свои интересы в Молдове, это было бы неправдой. Конечно же, Россия имеет свои интересы, равно как Турция имеет свои интересы, равно как Украина имеет свои интересы. Ну, конечно, есть же граждане России, есть граждане Румынии, есть граждане Турции. Не только в этом смысле, я говорю исходя из геополитических интересов. И господин Мишин, когда сказал, что я против Молдовы, что я про Европу, это ну, я так бы... Да, просто есть еще один вектор. Я говорил про геостратегические вектора. Но не можем мы сказать, что вектор про Молдову, если геостратегический вектор. Это неправильно, это просто не будет правильно. С другой стороны, я тоже про Молдову. Я тоже считаю, что мы должны работать на то государство, в котором мы живем. И депутат, который попадает в парламент, он должен работать не против того народа, который за него проголосовал, а для этого народа, на благо этого народа. Поэтому здесь я все-таки считаю, что проевропейский вектор – это лучший выбор для Молдовы. И тот, кто желает блага этой страны, он не может отрицать этого. Согласитесь, что у нас десятки тысяч граждан воспользовались безвизовым режимом. И если бы... и то, что люди у нас выезжают... Больше всего, сейчас начнем по поводу вектора. У меня к вам тогда такой вопрос. А в чем будет плохо? Если мы возьмем от Европы все самое хорошее и лучшее к нам, от Евразес все самое хорошее к нам, вот это называется вектор про Молдовы. То есть мы и с ними будем пользоваться безвизовым режимом, будем брать все самое лучшее, что у них есть. И у России откроем рынки, с Белоруссией начнем сотрудничать. Так вот это про Молдову. Я же не призываю конфронтации с Россией. Это было бы просто глупейшим шагом. Знаете, когда говорят, что только про европейский вектор для Молдовы самый лучший, я считаю, что для нас самый лучший оба вектора. Чтобы мы геополитически правильно ввели взвешенную политику международную. И дружили и с теми, и с теми. Да, у нас время уже вообще вышло, и у меня остался один последний вопрос, он очень важный. Исключаете ли вы, что в конечном итоге эти выборы могут не быть утверждены в конституционном суде? Не исключайте. Не исключаю категорически. Более того, это более чем возможно. Исходя из того, что господин Мишин и господин Михаиш описали выборный процесс, как он развивается теоретически, на данном этапе, можно сказать 100%, что у нас, по крайней мере, наша партия, она не находится в равном положении ни с партией социалистов, ни с демократами, тем более. То есть у нас не соблюден принцип равенства избирательных игроков. То есть вы не исключаете? Не исключаю. Спасибо. Господин Михаиш. Очень важный момент. Я хочу напомнить, что все-таки у нас ОБСЕ имеет миссию, которая будет мониторить выборы, мониторинг. На основании, на второй день после выборов, 25-го, в 14.00 обычно они делают пресс-релиз, и они объявляют очень коротко свой вердикт. От этого вердикта зависит, если западные игроки, в том числе Евросоюз, основные страны Евросоюза и США признают молдавские выборы или не признают. Потому что каждая страна в отдельности, например, Россия или США, или Франция, они не мониторят выборы, а мониторят организацию через ОБСЕ. Ну не только, по-моему, тут много организаций. Конечно, я вас хочу немножко перебить, но посольство США на сегодняшний момент зарегистрировало 18 наблюдателей от имени посольства. Значит, оно не через опыта... То есть, он имеет в виду очередь от страны? Я знаю, что есть два института, которые представляют здесь, февриканский и демокричный, но это другой вопрос. Вот этот рапорт мониторинговой комиссии ОБСЕ будет очень и очень важен. От него будет записать, как страны мира, страны Европы, Евросоюза отреагируют на молдавские выборы. С моей точки зрения, на данный момент, даже из моего личного участия в мониторинге выборов, как наблюдателя международного, я имею такой статус. Я могу сказать, что в Молдове я не вижу предпосылок и таких нарушений грубых, чтобы говорить о том, чтобы выборы не состоялись и не были признаны честными и демокричными. Спасибо. Господин Мишин, вот четче тоже сформулирую вопрос насчет признания. Насчет честности я не могу сказать сегодня, потому что еще даже избирательная кампания не началась. Но предвижу, что исходя из того, как был сформирован и быстро заменены судьи Конституционного суда, куда попали три, как минимум, члены демократической партии, то вполне возможно, что все-таки это на 90% подготовка к тому, чтобы не валидировать мандаты в случае, если выборы пойдут не так, как выгодно нынешним власти придержащим. Вот мой вывод. Время мы перебрали немножко, но мне кажется, что и беседа наша была интересна телезрителям, потому что, не знаю, компания привлекает к себе всеобщее внимание. Я думаю, мы еще не одну... Да, да, кстати, да. И мы еще не одну программу проведем, посвященную тому, что происходит у нас, вот уже когда будет агитационный период, там будет, наверное, еще интереснее. Спасибо вам за то, что вы пришли. У нас было сегодня три юриста. Было три мнения, как мне показалось. Три мнения, да, четыре мнения. Вот, было мнение трех юристов и мое, скажем так. Поэтому спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полис». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...